Вы уж поверьте мне, строительство здесь ведется всего лишь год. Строительство на лучшей Верхнеуральской земле. Верхнеуральская земля – житница наша, преддверие Уральских гор. А какие здесь казаки-то были? И казачество осталось. А казаки наши верили в Бога нашего всемогущего. И церковь здесь была всегда. Да, кое-что разрушили, но здесь у истоков родников, пожалуй, лучшей воды будет возведен храм. Часовня есть, но храм Господень вы увидите сразу. И почему это хорошо? Потому что вера в Господа нашего дает чудеса. Я верую, Он дает мне жизнь. Веруйте и вы. И если вся Россия вернется на круги веры, может не станем мы тогда воровать-то, что дал нам Господь? К слову, вера в Господа нашего возвела храм в Межозерном. Поверьте, хоть и Магнитогорску 100 лет-то и нет, но сама станица Магнитная существовала очень давно. И руда из Магнитной горы ценилась везде. Но Межозерного не было, как и у Челов. Все это делалось в Советском Союзе после войны. Поэтому какой тут мог быть храм? Никакого. Его построили в центре. Наверное, это хорошо, чтобы верующие в Бога нашего не ездили в Верхневральск. Так и должно быть. Где мы живем? Есть люди верующие и храм, и это есть удовольствие. И где мы видим Бога нашего всемогущего? А вера говорит. Пусть будут и мусульмане, и иудеи, и христиане. Мы верим в Бога нашего. А Он един. Пути немного разные, но суть очевидна. Мы должны, покаявшись, вести себя правильно. И мы приехали на 26 октября. А это и есть день почитания Иверской Божией Матери, чей образ был здесь. Поруганная, поскольку, вы знаете, ее история восходит еще к IX веку, когда были воздвинуты во времена Феодосия гонения на иконы. И она пострадала, будучи находящейся в одной из благочестивых семей, у одной христианки, там, в Никее, когда пришли воины с тем, чтобы забрать и уничтожить ее, один из воинов дерзнул Копием пронзить этот образ. И, вы знаете, до сих пор эта рана, она изображается на этом образе, потому что, когда он это кощунство совершил, истекла кровь, согласно преданию. А затем, потрясенные этим событием, пока они, наверное, приходили в себя, эта благочестивая женщина, она упросила их дождаться до утра, когда она сможет собрать какой-то выкуп с тем, чтобы они не трогали эту святыню. И когда они ушли, она вместе с сыном, вы знаете, горячо помолившись, Божьей Матери, вручив судьбу этого образа в руки Божии, поставила ее на воду, и когда она доносит предание, эта икона сама ушла в море. А спустя 200 лет, согласно преданию, был некий огненный столб Блиссофона, говорящий о том, что некое необычное явление посетило сию святую землю, и это оказалось икона Божией Матери Иверская, и множество подробностей находится там. 200 лет, где же она могла пребывать, тем не менее, они кажутся естественными. И вот, вы знаете, после горячей молитвы, говорил Грузин, он подобился, пройдя по воде к хвосту, как я говорю, Господь ходил по водам, добрался на святыне, принял ее, и они разместили ее на самом подсчетном месте в кране. Пока опять этому говорил, не было откровения от нее же самой, что она сама желает быть защитницей, и с тех пор она стала именоваться еще и вратарница. И наше государство, вы знаете, российское, оно действительно именуется Домом Пресвятой Богородицы, и это не случайно. Множество образов здесь у нас почитается, более 400 образов, даже более разных образов имеется для почитания, но из многих образов, вы знаете, особо выделяются какие. И Казанская, и Иверская среди них, многие-многие, и Табынская наша, наша местная икона. А вот образ Иверской, он тоже имеет особое значение в судьбе нашего государства. И вот мы сегодня с вами вспоминаем далекие события, времен тех еще, предания старинной глубокой, как у Кушкина было написано, наверное, исходя из нашего сегодняшнего времени, просто по-другому никак не назовешь, когда в те далекие времена, сначала Василий Третий, великий князь, он отвоевал Смоленск, дав ответ Божьей Матери, что если она поможет справиться с серьезным противником, он построит монастырь, что он и сделал, вернувшись после взятия Смоленска, построил Новодевичий монастырь. А в последующем, после смутных времен, когда опять Смоленск оказался в руках польско-литовских войск, уже в 1648 году Алексей Михайлович, вы знаете, наш государь, он тоже решил освободить Смоленск. И когда по горячей молитве его и войску это было сделано, он привез как раз, прямо как у нас сегодняшнее событие, написанный на Афуоне, образ, именуемый как раз Иверские, и с Москвы его перевез туда, в Новодевичий монастырь. И образ, он действительно считался очень почитаемым и чудотворным образом. И лишь только когда праздновалось трехсотлетие рода Романовых, этот образ был привнесен в чудо-монастырь в Москву и больше никогда не возвращался, практически до последнего времени, в монастырь, поскольку начались перемены после 1917 года. И, слава Богу, этот образ не был уничтожен, но он был размещен в музее, как величайший образ искусства, как мы знаем. Но для нас не искусство важно, а прежде всего молитвы, которые высылали три дни в наши предки. И лишь в времена правления уже нынешнего президента Владимира Путина он явился на свое место. А вот у нас сегодня, дорогие друзья, у нас тоже сегодня замечательный праздник, у нас тоже принятие, перенесение этого образа, о котором не все, наверное, до конца знают, именно об этой иконе конкретной. И тем людям, которые занимались, конечно, поклон нижайший. Ну, спаси господи и братья и сестры, на самом деле, ну, лично для меня очень волнующий день, потому что икона должна была находиться здесь еще шесть лет назад. В тринадцатом году, именно в октябре, икону, мы принесли икону Союзского монастыря Горы Афон. И эта икона должна была сюда прийти, но так сложилось. Господь, наверное, имел, и Божья Матерь, наверное, имела другие цели и задачи, чтобы этот образ прошел всю Россию. Всю Россию, не только Россию, но и был за рубежом. И он еще раз был на Афоне. Но только уже по воде, как вот икона эта пришла, также этот образ в шестнадцатом году, пройдя всю Россию вокруг Черного моря, через Босфорт, Дарданеллы, Мраморное море и Эгейское, пришла к Афону. На корабле, парусном корабле, Святая Мария. Все это было, конечно, очень символично. Вы знаете, что в то время у нас были очень напряженные инциденты с Турцией, и Турция готова была закрыть Босфор. А для нас, вы знаете, что у нас находится, так сказать, наш контингент в Сирии, и наш Средиземный флот там находится. То есть это для нас, ну, по сути, это грозило войной. И уже наши высокопоставленные чиновники говорят, что в случае чего мы будем применять даже ядерное оружие. И вот, чтобы Черное море не стало морем красным от крови, мы совершили год, тысячелетие русского монарства на Афоне, совершили вот этот такой поход, крестный ход, и с монахами, священнослужителями прошли, читая непрерывно Акафист по очереди на корабле, на этом, через Босфор, Дарданеллы. А вы знаете, что Босфор, он еще назывался порта, то есть это врата. А наша икона Иверска, она верным, райские врата отверзающие, то есть открывающие врата, открывающие сердца наши. И вот мы шли со знаменем Святой Руси, со Спасителем, через Босфор, Дарданеллы, пришли на Афон, и вы знаете, мы не знали, куда мы пристанем, мы шли уже под вечер, и корабль вот на парусах шел где-то в центр горы Афон. Но мы положились на Господа, и говорит нам этот капитан, вот я, говорит, по лодце и смотрю, вот здесь, говорит, самое удобное место, где мы должны бросить якорь. И нам, говорит, нас прям точно туда несет. И под вечер, уже стемнело, мы подошли к тому месту и причали. И знаете, какое это было место? Это был Иверский монастырь. То есть она сама пришла к этому монастырю и встала перед монастырем. Когда мы бросили якорь, она развернулась, то есть корабль развернула, и икона ликом стояла к монастырю. Так получилось, что у нас как раз прожектор был, и она вот в свете в самом, в ярчик, вот она стояла возле этого монастыря всю ночь. После чего с русского подворья, в честь иконы Тройручца, монахи пришли к нам на корабль, и мы на корабле уже обходили весь Афон, значит, таким крестным ходом молитвенным. И в день вознесения креста, вот 27 сентября, а начали мы, мы туда прибыли 21 сентября на Афон, вот мы как бы завершили этот обход на корабле и причастились, прямо на корабле, вот причастились, монахи приехали к нам на лодке, туда на лодках человек 20, наверное. Вот мы там сидели, так сказать, и друг друга утешали. А кроме того, что можно сказать об этой иконе? Эта икона, она действительно, она была и на Дальнем Востоке, обходила по границе с Китаем, была эта икона, и по границе прогонсили ее с японским, так сказать, границей Тихий океан, который называют еще Японским морем. Прошла эта икона крестным ходом по самой длинной реке Аби, где, так сказать, заходила в каждый поселочек, в каждый населенный пункт на казачьем струге, атаман-ермак. Вот. И во многих других крестных ходах она участвовала. То есть перед этой иконой, она уже намолена, перед ней, я не могу сказать, сколько людей молилась, но могу сказать, что больше нескольких сот тысяч. То есть несколько сот тысяч людей прошло через эту икону, молитвенно, плача. Проходили с ней чудеса, она мироточила дважды. Эта икона, когда мы были в детском приюте, в Москве, она замироточила, и еще были в одном из храмов, там 12 престолов, вот она тоже там таким покрылась такой испариной мироточивой. И по властейу митрополита Алтайского и Барнаульского Сергия икона находилась в храме Николая Годника. И после, значит, службы проходил крестный ход. Вот людей было очень много, обнесли крестным ходом такие очень высокие там ступеньки, и женщина была с девочкой, по-моему, лет 12, она не ходячая девочка, в общем, она не смогла пройти крестным ходом на коляске она. И когда заносили, просто взяли и опустили на нее икону. Ее на нее икону опустили, вот еще там какое-то время в Барнауле побыла икона, и ушли, значит, вверх по течению обе, туда ушли, и потом через несколько дней, может быть, через две недели где-то, вернулись обратно в тот же храм. И вот эта женщина, она прямо вот радостная, хотела, дайте мне слово, дайте мне, что случилось. Она говорит, вы знаете, вот вы прикладывали икону, да, девочки. Вот. И после этого, значит, мне стали давать деньги, а кто-то сунул визитку, доктор какой-то дал визитку, и она по этой визитке позвонила, и доктор принял ее. И когда он ее, как бы, говорит, а вот девочка ваша, говорит, у нее ножки это, ну, как бы, может она ходить, начать. И она, ну, нужно было купить, значит, такие, типа ходунки, да. А денег не было, женщина, но она вспомнила, что что-то нам денег не надавали. Она взяла эти деньги, открыла, и оказалась ровно та сумма, которая нужна для покупки вот этих ходунков. И вот эта девочка уже через две недели, она уже на этих ходунках стояла. То есть вот такое чудо пришло вот с этой иконой. Ну, еще раз скажу, там еще одно чудо, где от женщины утешение будет. Такое благодатное было. Внутри ощущение и желание, не знаю, желание сгореть просто. Потому что от того огня внутри нашего, так сказать, греховного, что мы действительно живем по грехам, много видим в жизни, столько Божья Матерь нам помогает, утешает, а мы вот не справляемся. Ну, у нее очень много любви, потому что она, она вместила всю любовь, вселенную, ее вот вместившая все в себя. И стал вот этим ковчегом, новым ковчегом завета, который идет сегодня не по воде, не по морю, не по суху, она просто идет по нашим сердцам, отверзая нам двери райские внутри наших сердец. Потому что наши сердца, к сожалению, стали тем Ирихоном, знаете, город Ирихон, вокруг которого ходили иудеи с ковчегом завета. Но они поклонялись, рогатому богу, сатане не поклонялись. И когда пришли вокруг него, то рухнули эти стены зла. И вот когда Божья Матерь приходит, почему он плачет? Да потому что наши стены зла, они разрушаются. Мы становимся единым народом. Мы становимся братьями и сестрами. Мы друг друга начинаем чувствовать, слышать и видеть. Вот Божья Матерь вот таким крестным ходом своей любовью вот это все отверзает. Я расскажу один случай еще, если я не томил вас. Вот. Знаете, мы очень много ходили с иконой по тюрьму. И вот однажды, я никогда не забуду этот случай, это было в Тавге, там, Тавдалак, бывший, и мы зашли в один лагерь заключенных. Там небольшой храм Серафима Саровска. Вот там самым заключенным его построили, у них такие написанные иконки там. И вот собралось человек с саду. Ну, кто-то, наверное, действительно поверил, кто-то, чтобы на работу не пойти. И вот они собрались и начали петь Акафист, молитву Божьей Матери. И вот такое чувство, кому горло подкатил, прием, я вот тут развлеку на стол, икону тут, ребята, клирус, батюшка читает, и все, смотрю, начинают плакать. Вот прям, и певчие, не могут петь даже. А я взад посмотрел, стоят эти люди с изуродными лицами, с жизнью изуродными. И у них детские глаза не все плачут. Вот эти сто человек, уголовников, они все плачут. История очевидна. То, что вам рассказали, и это есть правда. Потому, что список иконы такой же, как и оригинал. Я молился списку иконы Казанской Божьей Матери. Молюсь я до сих пор. Ибо даже список сохраняет все то, что говорил нам Бог. Вратарница. Она показывает верующим, что можно укрепиться в вере и отводит от дома недуги. И поэтому в крестном ходе лучше осадив себя на колени и прося Бога нашего пройтись под ней. То же сделали и жители Межозерного, как и гости. Господь Бог велик, но вера в Него дана не всем. Что говорит Господь? И это в заповедях есть. Все ли мы такие? Поверьте, не всем. Но рано или поздно тот, кто веровал, сделает правильный выбор. Покаяться и будет служить Богу нашему. Вариантов, по сути, нет. Нельзя жить в грехе, но кто-то живет. А вот затем что будет? Жизнь человеческая для них прометнулась. Они жили во грехе, воровали и гуляли. Но не для всех и это есть. Мало кто видит сатану, но тот, кто видит и для него Господь Бог идеал. Или вы что думали? Что он может совратить Господа нашего? Это просто невозможно. А другие ведутся на сатанинские оргии и воруют и убивают. Но смысл будет один. Одна будет битва и на чьей вы стороне вам решать. Я-то знаю, на чьей стороне я буду.